Ростов сегодня это проверка на законность сточных вод, впадающих в темирник и снова больше 200 заболевших коронавирусом. Это пьяный дебошир с топором в маршрутке и задержанный организатор незаконной миграции, а также военно-спортивный праздник студентов в честь героя Жукова и 80-летия огненного выпуска Ростовского медвуза. Ростов сегодня это одинокий хвостатый пикетчик против произвола собак и самый музыкальный товар на Старом Базаре. А еще подготовка наших гонболисток к первому матчу финала чемпионата страны, репетиция баяниста-виртуоза Юрия Шишкина к сольному концерту. И разгорячившийся май за окном. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущая Алина Николаева. Здравствуйте. Ливневые канализационные реки впадают в темирник. Инспекторы Минприроды региона вышли сегодня в масштабный рейд, чтобы проверить, нет ли незаконных сбросов в реку. А заодно записали координаты прибрежных свалок. Они тоже губительны для водоема. И в этом случае разрешения нет. Труба должна быть затампонирована. Сегодня сбросов не видно, но это до первого дождя. Незаконный объект фотографируют, определяют его координаты. Инвентаризация на инспекторах Минприроды региона. Сбросы мы фиксируем. У нас есть ведомости. Мы фиксируем, определяем, кому может принадлежать эта или иная труба. Потому что здесь есть и частный сектор, здесь есть водоканал, здесь есть еще, может быть, ливневка, построенная была в 90-х годах. Определить, кто на сегодняшний момент вопрос. Поэтому мы занимаемся, делаем запросы в администрации районов. На рейды выходят регулярно. А после последнего ЧП в Суворовском микрорайоне, когда произошел сбой в работе очистных сооружений канализации, губернатор поручил провести масштабную проверку, что стекает в реку, которую уже не первый год стараются оздоровить. Всю территорию вдоль Темирника разделили на 8 зон. Каждую исследуют инспекторы Минприроды. Прочесывают километр за километром. Ведь порой отыскать сточные трубы непросто. Они бывают запрятаны в труднодоступных местах. За последние 5 лет здесь насчитали полторы сотни сбросов. 57 из них незаконные. Почти все затампонированы. Но есть и те, что еще ждут своей очереди. То есть таких сбросов 5. Остальные сбросы у нас либо имеют решение на водопользование, либо это бесхозяйные сбросы, которые являются ливневыми сбросами от города. В настоящее время ведется большая работа по постановке в муниципальную собственность этих сбросов. За своевольные стоки владельцам незаконных труб грозят штрафы. Но внимание инспекторов не только мыльным или плохо пахнущим сбросом. В ведомость идут и свалочные очаги. Они тоже вносят свою грязную лепту в общее состояние темирняка. За последние годы вдоль реки убрали две сотни стихийных свалок. Виктория Щедейна, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Неадекватный пассажир маршрутки распугал попутчиков. Вооруженный топором пьяный мужчина не желал ехать с остановками. Чем все закончилось, знает ростовский городовой. Лидия Романченко уже в студии и готова рассказать подробности этой истории. Ростовский городовой на страже информации о самом заметном в хронике происшествия расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Ограбившие магазин гаджетов на Пушкинской задержаны. Меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы найти подозреваемых. Четверо мужчин оказались бандой гастролеров. Двое из них – те, что напали на салон, и еще двое – подельники. Напомню, ограбление в центре Ростова произошло днем-среду. Налетчики в масках ворвались в магазин яблочной техники. Один бил витрины, другой собирал мобильники. Добычей грабителей стали 12 дорогостоящих телефонов. Настоящий ужас испытали накануне пассажиры таганрогской маршрутки. Им не повезло с попутчиком. Пьяный неадекват, размахивая кухонным топором, потребовал довести его до нужной остановки. Водитель требования выполнил. Эта остановка стала конечной для пьяного Дьвоша. Полицейские скрутили мужчину и отвезли в отдел. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе несения службы задержали 49-летнего гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надбежащем поведении. Мигрировали, мигрировали нелегалы, пока лавочку с поддельными справками не прикрыли пограничники ФСБ. Налаженный бизнес по изготовлению и продаже справок для пересечения границей пресекли в Миллеровском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Задержанная хорошо изучила российское законодательство и использовала ковидные ограничения, связанные с въездом и выездом из России. Женщина выдавала справки высокого качества разных госорганов России и Украины. Свои услуги оценивала от 5 до 12 тысяч рублей за справку. По поддельным документам нелегалы беспрепятственно пересекали российско-украинскую границу. Теперь нарушительнице грозит до 5 лет лишения свободы. Приплыли из Турции запчасти для теплохода, прибыли в морской порт Азов. Вроде и декларация оформлена как надо, но при проверке ростовскими таможенниками и сотрудниками погрануправления ФСБ выяснилось, про фильтры для теплохода в ассортименте забыли. Капитан судна сообщил, что указанные запасные части были не задекларированы в связи с нанесением актуальных сведений в перечень запасных частей и оборудования при декларировании таможенному органу. За такой неотфильтрованный и не задекларированный груз теперь придется заплатить. По административной статье грозит штраф до двукратной стоимости незаконного груза. На этом у меня все. До встречи. Почти 9,5 тысяч уколов за сутки и число вакцинированных от коронавируса в нашем регионе стало почти 358 тысяч. Число зафиксированных случаев заражения за сутки снова больше 200. 78 из них в Ростове, по 10 в Шахтах и из Нерноградском районе. 7 в Батайске, по 6 в Каменске, Шахтинском, Азовском и Багаевском районах. 26 пациентов с диагнозом ковид спасти не удалось. В целом по стране заболевших почти 9,5 тысяч. Столько же за сутки выздоровели. 393 человека умерли. Военно-учебный центр ДГТУ теперь носит имя Жукова. Однофамилец легендарного полководца победу так и не увидел, погиб в 45-м, но был настоящим героем. Без нашему земляку, герою Советского Союза, Владимиру Жукову, открыли сегодня. И отметили это патриотическим праздником для донских студентов. С парадом, стрельбой и выступлениями парашютистов. Теперь он смотрит с высоты, хотя со студентами одного возраста. Владимир Жуков родился на Дону. В 19 лет пришлось идти в бой, длиной 4 года. Участвовал в войне с самого начала. Сражался с фашистами под Москвой, Воронеже, на Украине. И дошел до Берлина. Почти. Не хватило буквально 20 дней до победы. Погиб в бою за немецкий аэропорт. Историю героя тщательно бережет его семья. Жуков успел оставить потомство. Они познакомились на войне. И уже в положении, на моей маме, когда тогда, в 45-м году, скончался мой дедушка в бою. И родила в 45-м году мама. Теперь герой будет вечным примером для студентов военного центра при университете. Как раз они будут 22 года завершают учебу у нас. Мы поэтому приняли такое решение, чтобы поставить именно такого молодого героя. Это супер, наверное, молодой человек, который 22 года имеет 5 орденов, Герой Советского Союза. Сегодня эта площадка объединила ростовские вузы. Ровным строем идут и студенты РГУПСа, и кадеты, и будущие полицейские, и таможенники. К празднику, посвященному 76-летию Победы, готовились полгода. Парад хоть и студенческий, но все по-настоящему. Даже техника. 80-летний Анатолий Аствацатуров продолжил дело отца. Тот коллекционировал военные машины. Сам реставрирует, ухаживает и регулярно выпускает ценные экземпляры на волю. А что это за машина, которая ездить не будет? Конечно. Это вот на постаменте машина. Вот это не машина, а модуль какой-то. А которая ездит, это машина. Самый взрослый экспонат в коллекции – легендарная машина М1. 38-й год выпуска. На такое ездило все партийное руководство. Прототип, кстати, был еще у Ленина. Такая же машина была и у Жукова, и у Сталина. Конкретно этот объект именно из Казахстана приехал. Кстати, во время войны она использовалась, и начальство на ней ездило. Показательные выступления для студентов провел и спецназ. И кульминация праздника. На полигон ДГТУ приземляются парашютисты с высоты в 1200 метров. Мастерское управление стропами, и все попадают точно в цель. Мы были здесь вчера, осматривали площадку приземления, подготовились, составили план. После чего провели два тренировочных на другой площадке. Мы тоже ее ограничили для себя. Военно-спортивный праздник оказался еще и музыкальным. Все завершилось песнями и танцами, конечно, под фронтовые мелодии. Знаменитому огненному выпуску в июне исполнится 80 лет. Вообще их было два. Одни студенты-медики ушли на фронт в июне 41-го, другие в августе. Молодой врач Анатолий Шовкун был одним из тех, кто начал оперировать раненых до того, как получил диплом. Он прошел Великую Отечественную войну, став основателем династии целых три поколения врачей. Разыгрался аппетит, съесть шашлык не повредит. Ну а если нет мангала, сделай печь из тротуара. Это вполне могло бы стать лозунгом некоторых шашлычников Левенцовки, где регулярно пропадает тротуарная плитка. А на ее месте вырастают сделанные из нее мангалы. Фотосвидетельство в интернете заметила Екатерина Лободина. Она в студии, я уверена, расскажет, что еще удивило ростовчан в сети. Также ростовчане обсуждали ростовских котов, митингующих на газоне, и уличную банду, которая следит за порядком на мосту Малиновского. Подробности расскажу прямо сейчас. Терпение закончилось. Отчаянные коты вышли на митинг. Требования митингующих, пушистых борцов за кота. Права просты и лаконичны. Хватило и одного транспаранта. Выгул собак запрещен. Еще рыжий хвост, уставший от собачьего беспредела, установил на газоне. Пока не ясно, соблюдают ли это требования псы. На фото запечатлен только кот с табличкой. Но, судя по его довольной морде и спокойствию, заклятые враги прислушались. Пользователи отметили решительность рыжего, но, с сожалению, заметили, что это ненадолго. Собачники тут же вступили за своих любимых питомцев. И назвали происходящее дискриминацией. Пост возмущения появился в сети. Вот такие доморощенные шашлычники в Ливенцовке сооружают себе мангалы из подручных материалов, тротуарной плитки. А потом оставляют после себя вместо газона выжженную землю и мусор. Многие приезжают к этой аллее жарить шашлыки на машинах. Но, видно, жалко денег на бензин, чтобы поехать в специализированное место. Многие подписчики поддержали автора поста. Да, это самое настоящее свинство. Но как странно уложена плитка. Под ней разве не должно быть песчаной подушки? Или песок для розжига использовали. Но кто-то предложил выход из ситуации. Там нужно организовать беседки и жбаны мусорные поставить, чтобы люди могли убирать за собой. У моста Малиновского появилась уличная банда. Несколько человек следят за правилами проезда по путепроводу. Только для специального и общественного транспорта. Но можно не переживать, эти товарищи опасности не представляют. Они нарисованы. Некоторых пользователей видео повеселило. Хейтеры скажут, что это фотошоп. Собственно, так и вышло. В других комментариях так и не поняли, в чем шутка. Это весь улов интернет-новостей на сегодня. Алина, передаю слово. Спасибо, Катя. Продолжаем информационную программу. Ростов сегодня – это репетиция баяниста-виртуоза Юрия Шишкина к сольному концерту. И самый музыкальный товар на Старом Базаре. А еще подготовка наших гонбаристок к первому матчу финала чемпионата страны. И разгорячившийся май за окном. Уже завтра, во второй половине дня, действующий чемпион страны гонбольный Ростов-Дон отправится в Москву, чтобы сыграть первый матч финальной серии с ЦСКА. После формальной, но неожиданно упорной ответной встречи с Астраханочкой у нашей команды было четыре дня на восстановление и подготовку. У армейских девушек на день больше, но и матч, возможно, был и физически, и морально более трудный. Скажется ли это на первой игре двухматчевого противостояния, расскажет наш корреспондент Лев Клинов. Здравствуйте. Но я надеюсь, что это сыграет в нашу пользу. Ведь донские красавицы свои нервы поберегли и, возможно, второй полуфинал провели в энергосберегающем режиме. Но так мы можем говорить только со стороны, а что внутри команды, сейчас вам и поведаем в видеоматериале с одной из последних тренировок подопечных Пера Юхансона. Ростов-Дон завершает подготовку к первому финалу чемпионата России среди женских команд. В двухматчевом противостоянии нужно быть впереди ЦСКА. Уже в это воскресенье важно показать свой максимум, чтобы создать хороший задел перед домашней игрой. ЦСКА очень хорошая команда, которая, я считаю, что с каждым, можно сказать, месяцем набирает все лучше и лучше, потому что, во-первых, они вышли в финал четырех, показали себя в этом году в Лиге чемпионов очень хорошо. Но я считаю, что у нас тоже достойная команда и команда более, как сказать, не знаю, старшая, да, старая, да, там мы вместе играем очень давно. В столицу команда Пера Юхансона отправится в субботу днем. Вылет назначен на 16.10. А утром выходного дня гонбалистки проведут заключительную домашнюю тренировку. К матчам с ЦСКА в общей группе готовилась олимпийская чемпионка Полина Кузнецова. В марте, выступая за национальную сборную, она получила повреждения. Сейчас левая окраиня находится на финальной стадии восстановления. Сможет ли она сыграть в Москве? Мы и выяснили у тренера. Я не готов пока ничего сказать, но Полина работает на тренировках. Я не буду утверждать, сыграет ли она в первой игре, может быть во второй, а может и нет. Нужно посмотреть, но она приступила к тренировкам и чувствует себя хорошо. Сестра Полины Анна Вяхерева из-за травмы помочь своей команде в финале точно не сможет. О возможном участии в предстоящих матчах с ЦСКА линейной Анны Лагерквист пока также информации нет. Полуфинал с Астраханочкой шведская гонболистка пропустила из-за повреждения руки. В этом сезоне Ростов-Доны ЦСКА дважды встречались на предварительном этапе чемпионата России. И оба раза победу праздновали действующие чемпионки страны. Лев Клинов, первый ростовский. В его репертуаре произведения русской и зарубежной классической музыки Чайковского и Шостаковича, Брамса и Листа. Звучание баяна Юрия Шишкина открывает просто бесконечный космос возможности этого настоящего русского народного инструмента. В воскресенье в филармонии сольный концерт баяниста-виртуоза. Но некоторые музыкальные подробности уже сейчас готова рассказать наш культурный обозреватель Галина Белоусова. Юрий Шишкин говорит, что музыка имеет женский характер. Ей нужно уметь служить, нужно быть ее рыцарем. В программе предстоящего концерта настоящий парад-премьер. В Ростове впервые прозвучит соната-автограф Вячеслава Семенова, токата-оттепель Галины Гонторенко и сюита басни Крылова Виктора Власова и самого Юрия Шишкина. Виктор Власов написал сюиту басни Крылова 50 лет назад, но ноты были потеряны и сочинение так и не было исполнено. Однако жизнь вновь подтвердила, что рукописи не горят. Композитор спустя полвека их нашел. И тогда в то время были еще несовершенные баяны, и поэтому, чтобы сюита была актуальная, чтобы сегодня звучала как современная музыка, он предложил ее вместе с ним сделать. То есть дописать тембровые всякие возможности, переключения всякие на что-то более совершенное технически. И вот так и получилось, что это Власов Шишкин. Соната-автограф – это соната учителя Юрия Шишкина Вячеслава Семенова, в которой, рассказывает музыкант, весь внутренний мир этого композитора. А самое главное, она построена на музыкальных монограммах. Три ноты. Вот это си бемоль, ля, до. По-итальянски, итальянское обозначение нот – это б, а, ц. Т. Если перевести на русский вариант, это в, а, с. Мой учитель – Вячеслав Анатольевич Семенов. Пьеса построена на трех нотах, и они варьируются по-разному. То есть это автопортрет. Сольный концерт будет и смотром мастерства учеников Шишкина. Вот Петр Яриненко в классе Юрия Васильевича примерно с 11 лет. Вообще мы совместно подбираем программу, и в этом концерте я играю две новые пьесы. Это «Брамс. Венгерский танец номер 6» и, вместе с Юрием Васильевичем, сюита из кинофильма «Человек-амфибия». Баян обладает замечательным голосом, и в воскресенье нас ждет настоящий праздник звука. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Музыкальное название этому растению «фасоль» придумал композитор Гендель, когда случайно сыграл подряд ноты ля и си, но потом понизил тональность на два тона, и получилось фа и соль. Наш старобазарный корреспондент уже приценивается и готова раскрыть гастрономические секреты фасоли. Всем привет! Посмотрите, сколько здесь видов фасоли. Но мое особое внимание привлекла вот эта луновидная. Я вычитала о ней один очень интересный факт. Сейчас расскажу. А факт такой. У луновидного, или как его еще называют, лимского сорта, есть уникальная особенность. Вернее, система защиты от гусениц. Как только он чувствует, что его едят, начинает вырабатывать ароматное вещество, привлекающее на помощь ос и муравьев. И гусеницы тут же капитулируют. Кто успевает, конечно. Имен у этой фасоли несколько. За открытие в перуанской столице Лиме – лимская. За форму луновидная. За своеобразный сливочный вкус – масляная. Этот сорт сегодня второй по популярности после… Ну, угадайте? Да, после фасоли – обыкновенной по питательности. Всего пол ее килограмма. Заменят килограмм мяса. Кустовая и вьющаяся. Зерновая, овощная и спаржевая. Красная, белая, желтая, черная, фиолетовая, пестрая. Зеленый маш. У фасоли огромное видовое разнообразие. И отличия тут не только внешние. Разный вкус, цвет, качество. И то, что лежит на прилавках и варится на кухне – лишь малая часть. Это ласточка, красная, белая, пионерка и серый. Серый – вот это оба для борша. Вот для борша очень вкусно будет. А вот это для супа. Это тоже для супа, для винегрета. Сейчас в дни поста особенно идут красная и пестрая, и пионерка, и ласточка. Но и в обычное время сбрасывать со счетов фасоль не стоит. Ведь в ней масса натурального белка, витаминов и микроэлементов. А уж рецептов из разных кухонь мира – супы, салаты, торты. В общем, есть где разгуляться. Хранить фасоль рекомендуют в банке, а перед варкой заманчивать на 8-10 часов. Во-первых, это смягчит бобы и уменьшит время варки. А во-вторых, в воде растворяются олигосахариды. Сахара, которые не перевариваются и образуют газы. Рыночные цены на фасоль тоже в широком ассортименте. От 170 до 300 рублей за килограмм. Марина Черных, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. По билетам или в формате теста должны быть выпускные и школьные экзамены. Отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной проверке знаний. Такой призыв прозвучал в Госдуме. Будущие студенты стали гнаться за баллами, не углубляясь в предмет, считают политики. Мы узнали, что по этому поводу думают ростовчане. Если человек поступает куда-то в гуманитарный вуз, это плохая идея, потому что сочинение структурировано, ты не можешь никак развивать свой полет фантазии или что-то типа того. Для технических, да, это круто, гуманитарный, я считаю, что нет. Ну, я не знаю, как проводят экзамены в институтах. Я бы, скорее всего, предпочел ЕГЭ, потому что это более уже обыденный путь, к которому все привыкли. Я сдавала ЕГЭ в 11 классе, а по билетам в 9 классе. Мне кажется, по билетам больше знаний у ребенка откладывается, чем от заучения. Не знаешь, к чему готовиться к этому, к ЕГЭ, потому что там столько масса вопросов. Сейчас детей начинают мучить вот этим ЕГЭ, подготовкой к ЕГЭ, наверное, с 4-го, с 5-го класса. Я считаю, что именно обучение нужно направлять на знания, на развитие ребенка, а не на его навыки делать галочки. Когда я училась, у нас никаких подготовок не было. Сейчас обязательно надо было, хоть она у меня отличница, но я считаю, что нужно будет подготовиться в любом случае. А это дорого ли? Естественно, это затратно. Я вообще мать-одиночка, для меня это очень затратно. Я бы предложил вообще никакой экзамен. Просто заходишь в колледж, какой хочешь, и учишься. Вывозишь, вывозишь. Нет, нет. Из мая сразу в июль. Природа явно потерялась в календарном меню, поэтому после прохладных плюс 9 на закуску в начале недели к выходным подала горячая плюс 30. А вот надолго ли такая жара задержится, знает наш природно-погодный корреспондент Вера Данилиди. Ростов. Всем огромный привет. Ну что, вот и пролетела очередная рабочая неделя. Вообще, я обожаю Ростов за этот его погодный разгон. Но согласитесь, за одну неделю сменилось три времени года. Сначала осень с ледяным дождем, ветром, потом весна, и вот уже лето. Прямо сейчас плюс 24, а прогреется до плюс 30. Давайте эти моменты ценить прямо сейчас, потому что уже на следующей неделе будет дождь. Вообще, наши предки обещают, что если сегодня будет жаркий день, а он будет жаркий, то в сентябре не будет дождей. Ну, правильно, куда нам еще в сентябре дожди, правда? Мне кажется, что все вылилось этой весной. Такую дождливую весну я не помню давно. Поэтому давайте прямо сейчас просто оценить эти природные, прекрасные моменты. Календарная весна еще не ушла, а лето уже пытается ее подвинуть. Здесь у нас все как всегда. Сегодня ночью плюс 19 градусов, а завтра днем плюс 28. И все под нашим южным солнцем. В воскресенье ночью плюс 18, днем плюс 28. Но здесь уже в гости к небу заглянут облака. В субботу ветер сбавит обороты до 2 метров в секунду. Но это только передышка, чтобы в воскресенье разогнаться до 5 метров в секунду. Но я уверена, эти порывы будут теплые. Новую неделю встретим с летними градусами. Ночью плюс 20, комфортными плюс 26 днем. Но уже все небо затянут тучи. Правда, пока без дождей. Такая у нас получилась неделя за окном. Пусть вас погода радует и в жизни будет побольше приятных моментов. С вами всю неделю была я, Вера Данилидя. Увидимся! Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он был на всей этой неделе, напомнит программа «Ростов главное». Ее можно увидеть на Первом Ростовском в эти выходные дни в 9.30 утра и 7 вечера. А наши новости ищите на сайте 1Rostov.tv и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте 1Rostov.tv. В студии была Алина Николаева. Хорошего вам выходных. До встречи в понедельник.